Сегодня наш салон закрылся пораньше, потому что у нас с 8 часов будет комендантский час. Короче, карантин, комендантский час, какой-то прям вообще конец света. Вот так выглядит мой кабинет сейчас, пока это идёт коронавирус или как он там, воронавирус. Значит, если вы помните, у меня здесь всегда были крема, там масла стояли. В общем, сейчас это всё убрали. Находится только вот эта штука, которая называется Cleaner. В общем, ею обрабатывать нужно стол перед пациентом и после пациента. Ну и подушки, само собой. Вот они стоят таким образом, они сушатся. Их обработали этим, вот этим ядом. А это я, выгляжу так. Так что должен работать маски. И ещё, кстати, забыл показать. Сейчас покажу. А вот так я должен работать с клиентами. Ну как вам, ништяк? Всем привет! Ну что, как я и в прошлом видео сказал, что мне кажется, что девчата будут немножечко пистов. А с этими правилами, которые у нас сейчас в салоне, в общем, не успевают они мыть стол, подушки, обрабатывать ручки, дверные, включатели, выключатели. То есть ты должен перед тем, как принять следующего клиента, всё почистить. У тебя занимает где-то 5-7 минут, как минимум. И это причём клиент всегда приходит позже. Ну то есть опаздывает на 10 минут, на 12, на 15 бывает минут. Вот, то есть клиент ещё может 15 минут подождать. После 15 минут, если клиент видит, что прошло 15 минут, он может идти и пожаловаться менеджеру. А менеджер уже нас, массажистов, начинает рубать. Так что девчата насчёт этого очень-очень злые. И из них две, которые давно уже здесь работают, одна вообще мне вчера сказала, говорит, я, наверное, буду увольняться, потому что меня это совсем не устраивает. Вот, кстати, у них ещё отменили, но здесь со временем, там, каждые 2 года повышается зарплата, там, ну буквально, там, на какие-то копейки, но всё равно это приятно. И дают привилегии. То есть, допустим, если у тебя с утра массаж в 9 утра, да, и потом перерыв до 3 часов. То есть, раньше можно было отработать этот массаж и ехать домой, заблокировать это время, там никого нету. Ну и до 3 часов дома быть, потом приехать к 3. А сейчас нельзя, сейчас ты должен отработать и сидеть это время и ждать последний массаж. Так что девчат это совсем не устраивает. В общем, они злые, в этих намордниках ходят, в халатах. Ну, сейчас халаты перестали одевать, я тоже. Я как-то пытаюсь их успокоить, говорю, да ладно, успокойтесь. Сейчас это всё нормализуется, сейчас это пройдёт и вообще забудете, и никто об этом не вспомнит через, там, месяц. Но они на самом деле, да, американцы, и если их что-то не устраивает, они будут цапаться, будут свои права качать. То есть, до последнего там битва будет. Я ещё так, я, конечно, не делаю этого, я не, как это сказать, не чищу этот стол, не протираю ручки. Ну, я понимаю, что это дебилизм, поэтому я этого не делаю и просто спиртом прохожу так чуть-чуть, где мне надо. Если вдруг человек там какой-то грязненький или... О, кстати, у меня был клиент недавно, вот с такими пяточками пришёл. Как вам? Нравится? Да, я думаю, тоже неплохо, да? В общем, как вам нравятся такие пяточки? Я, конечно, не массажировал их и думал, если ещё раз она придёт, то надо говорить менеджеру, чтобы просто она или что-то почистила свои ноги, или... Ну, короче, это дурдом, это просто как можно так, я не знаю, не смотреть за собой. Но бывают, бывают такие люди. Правда, это второй раз у меня за год примерно. Первая приходила, она такая, ну, походу, забыла помыться. И, в общем, когда ты делаешь массаж, это всё катышки собираются, короче, я чувствовал себя ужасно. В общем, я также продолжаю работать на стройке и в массажном салоне. Так что только так можно выжить сейчас в это время. Мне повезло то, что я работал на стройке постоянно. И стройка, я так понимаю, даже, мне кажется, в войну не остановится. Так что, когда был карантин, я выскакивал, там, на час-два, там, ну, пару раз в неделю, в принципе, неплохо было. А некоторые вообще сидели, никуда не выходили. Два месяца, два с половиной месяца. Других, знаю, вообще потеряли работу, то есть закрылось всё. Много бизнесов, конечно, здесь позакрывались, прогорели или на время закрылись, я не знаю. Но молчат, плазы просто пустеют. Так что страшно, конечно, на это смотреть. Так что стройка меня выручает, салон немножко выручает. В общем, как говорится, держусь на плаву. Самое интересное, что доходит до смешного. Я уже начал так, немножко со стороны смотреть на себя, на нас, массажистов. В общем, когда мы встречаем клиента, да, мы всегда тянем руку, жмем руку, ну, здороваемся. Если ты не знаешь, допустим, первый раз видишь клиента, то говоришь ему имя, он тебе говорит имя, то есть Настю Митю, всё. А сейчас запретили это делать, потому что, типа, вирус. А теперь подумайте, мы заходим в кабинет массажный, и что мы там делаем? Правильно, ровно час или полтора мы делаем, трогаем человека, лапаем его везде. И что? Ну, короче, я просто это... Я на это всё потихонечку хожу и смею, всё-всё. Я как бы всё в юмор принимаю. Ну, не сходится, многое не сходится, то, что происходит на самом деле с этим вирусом. Но я надеюсь, скоро это всё закончится или не закончится, я не знаю. Но, слава богу, что дают работать хоть как-то, хоть потихоньку. Конечно, клиентов мало, почти в два раза мало. Пожилых вообще нету, не видно, они не ходят, то есть боятся, скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok